Всем привет ребята! Добро пожаловать на канал Счастливый Кролик! И сегодня мы продолжаем играть в BloxFruits. Это ребят уже седьмая часть моих удивительных приключений. И мы достигли 700 уровня. А это значит для нас открылся второй мир. Но если вдруг ты не смотрел мои предыдущие видео по этой игре, обязательно посмотри. И тогда ты будешь в курсе всех событий. Прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Ну и также нажимай на колокольчик. И тогда ты точно не пропустишь мои новые видео. Хочу также сказать тебе большое спасибо за твои комментарии. Поговорив с военным детективом, я понял, что что-то творится неладное. Оказывается, Дон Свен сбежал и хочет захватить весь мир. Ну и конечно же мы должны этому помешать. И последний раз его видели в замерзшей деревне с ледяным адмиралом. Поэтому мы отправляемся туда. Добравшись до замерзшей деревни, я сразу побежал в пещеру. Потому что именно там находится дверь, от которой мне дал ключ военный детектив. И теперь я смогу сразиться с ледяным адмиралом. Победить его мне не составило труда. Так как у меня есть замечательный фрукт. Будда. И ледяной адмирал практически не смог мне нанести урона. Но если бы я не забыл включить волю наблюдения, он бы вообще по мне не попал бы. Поговоря с ледяным адмиралом, мы узнаем, что он вообще был против Свена и даже пытался ему помешать. Но есть один большой человек, император драконов, который даже наладил нелегальный бизнес по производству искусственных фруктов. И вот именно он и помог сбежать Свену во второе море. Ну что, ребят, теперь нам надо отправиться туда и попробовать его найти. Приплыв в тюрьму и рассказав все, что я узнал военному детективу, он мне сказал, чтобы я отправлялся в средний город. Там есть один капитан, который поможет мне отправиться во второе море. Найти капитана мне не составило труда. И поговорив с ним, он телепортировал меня во второе море. И вот, наконец-то, я здесь. И я так долго этого ждал, ребят. Очень-очень круто. И я сразу же побежал брать первый квест на налетчиков. В город, ребят, я еще не осмелился пойти. Ведь вокруг что-то шумело, кричало, где-то кто-то пвпшился. И я решил, я пока здесь на окраине спокойно покачаюсь. Но тут я вспомнил, ребят, я забыл взять стиль водного конфу, о котором вы так много мне писали в комментариях. И сказали, что он намного лучше, чем мой электрический стиль. И я решил вернуться в первое море, чтобы забрать его. Добравшись до подводного города, я с трудом нашел, где находится пещера, где должен быть мастер по конфу. Но, ребят, проблема в том, что я не знал, как туда попасть. И я начал пытаться сломать проход. Как бы я ни пытался, ничего у меня не получалось. И я уже было отчаялся, как вдруг, не знаю каким случайным образом, я все-таки смог попасть туда внутрь. И понял, что не надо ничего ломать. Надо было просто зайти сбоку. Вот так вот все просто. Поговорив с учителем, я изучил стиль водного конфу за 750 тысяч бели. Ребят, мне было очень-очень жалко расставаться с электрическим стилем. Ведь он мне так нравился. Но я думаю, водное конфу мне тоже понравится. Раз вы пишите в комментариях, что оно намного круче, чем электрический стиль. И первый, на ком я испробовал водное конфу, это был подводный лорд. Он такого даже не ожидал, ребят. Вернувшись во второе море, я уже был посмелее. И решил пойти посмотреть, что же происходит в городе. И я увидел вокруг себя очень много прокачанных пиратов. Я, конечно, чуть-чуть, ребят, испугался. И даже когда я выходил с этой кафешки, за мной погнался один пират. И я думал, все, ребят, сейчас меня накажут. Но оказывается, все не так плохо. И меня просто узнали. И пожелав друг другу удачи, мы мирно разошлись. Фух, хорошо, что так бывает. И введя код на двойной опыт, чтобы быстрее прокачиваться, я начал продолжать набирать уровень. Хоть вокруг все и шумело, рычало, не знаю даже, что это за фрукты издают такие звуки. Но я, ребят, решил сосредоточиться именно на том, чтобы поднять быстрее свой уровень. Ведь надо как-то противостоять таким сильным пиратам. Ребят, я даже смог найти фрукт воскрешения. Очень прикольно. И еще один новый фрукт в мою копилку. Подняв еще чуть-чуть уровень, я решил перейти к следующему квесту пираты Свена. Так как босса алмаза я не смог найти. И решил, чтобы не терять время, пока у меня еще работает двойной опыт, я пока замочу пиратов Свена, а потом вернусь и обязательно найду алмаза. В общем, неудивительно, что я не мог найти алмаза. Посмотрите, какой он маленький, ребят. И вправду алмазик. Тем более он еще сливается с этими подсолнухами. Если бы не моя воля наблюдения, я бы его точно не увидел. Очень прикольный босс, ребят. Как его разработчики продумали классненько. И вот я его побеждаю, и теперь можно двигаться дальше. И следующий квест, который мне предстоит выполнить, это работники. И убивая работников, я еще раз убедился, что у фрукта Будды есть один большой минус. Да, я не спорю, этот фрукт бог фарма, ребят. Потому что до этого момента я не встретил ни одного моба, ни одного босса, который бы мне оказал достойность сопротивления и хотя бы попытался меня убить. И все становится каким-то однообразным. Но меня успокаивает одно, что моя задача как можно быстрее набрать максимальный уровень, чтобы я смог дать отпор даже самым сильным пиратам. Ну и конечно, ребят, с вами устроить очень прикольные рейды. Посмотрев на работников, я все равно вернулся к пиратам Свена. Ведь на них можно набить быстрее опыт, потому что они находятся ближе и кучнее. Плюс я еще активировал код на двойной опыт, поэтому мне выгоднее сейчас убивать именно их. Набив по 750 уровень, у меня появился новый квест на босса Джереми. Давайте же посмотрим, что он из себя представляет. Может будет чуть поинтереснее с ним побиться. Или он окажется из серии тех боссов, которых я встречал до сегодняшнего момента. И они умирали за считанные секунды. Наш босс Джереми находится на вершине скалы. Осталось совсем чуть-чуть, чтобы к нему подняться и узнать, на что он способен. Давайте же его вначале рассмотрим без трансформации. Потому что, когда я нахожусь в трансформации Будда, все боссы очень маленькие и похожи друг на друга. А так, хоть приблизительно, можно понять, как он выглядит. Ну все, я готов к бою. Погнали, ребят. Включили волю наблюдения, чтобы не пропустить ни одного удара. И сейчас мы его накажем. Пока все идет очень даже хорошо, ребят. Мы просто ему насыпаем. И все. Мы его убили. Он даже не нанес по мне урон. Что и требовалось доказать. Как я и говорил, фармить с Буддой, ну очень легко. И иногда это даже надоедает. Теперь мне осталось спуститься вниз и побить еще пиратов Свена, чтобы поднять уровень и перейти к новым квестам. Добиваю последнего пирата и поднимаю свой уровень до 875. И наш компас зовет нас на новую локацию под названием Сад. Давайте же направимся туда и посмотрим, что нас там ожидает. Теперь нам осталось пересечь этот длинный мост и мы попадем в наш сад. Очень даже красиво это все смотрится. А попав внутрь, я понял, я не кролик, я муравей. Уж очень здесь большие растения. В этой локации у нас также есть босс Фахита. Чтобы до него добраться, нам сначала надо убить лейтенантов морской пехоты и набрать нужный уровень, чтобы мы смогли добраться до капитанов морской пехоты. И только после того, как мы набьем уровень на капитанах морской пехоты, мы сможем наконец-то сразиться с Фахита. Набив 925 уровень, мы уже можем бросить вызов нашему боссу. Давайте же это и сделаем. Возвращаемся к человечку, который дает нам задание и берем у него квест на босса Фахита. Наш босс находится на другом краю сада, среди скал. Сейчас я подниму свои статистики и пойдем на него глянем получше. Вначале я как обычно уберу трансформацию и попробую разглядеть его, как он выглядит. И вот наш босс Фахита. Какой он прикольненький, ребят. Давайте же попробуем его наказать. И даже забыв включить волю наблюдения, я все равно смог его спокойно убить. Хотя он и успел использовать одну суперку. Очень даже прикольную, ребят. Смотрите, как это было красиво. Ну и последний удар. И все, ребят. Мы побеждаем босса Фахита. Теперь мы набиваем левел и переходим к следующим квестам. Почти набив уровень, нужный для того, чтобы перейти к следующим квестам, мне высветится вот такая вот табличка. Сила тьмы вырвалась на свободу. Ребят, кто в теме, напишите пожалуйста, что же это за сила тьмы. Мне просто очень интересно. Набив 950 уровень, мне стал доступен новый остров. Остров под названием Кладбищенский остров. Ребят, вот это название. Мурашки прямо бегут по коже только от одного имени. И я решил отправиться просто своим ходом прямо туда. Ведь в принципе расстояние не такое уж далекое. Ну и как обычно, я чуть не утонул. Но все обошлось, и я все-таки попал на Кладбищенский остров. Посмотрев квесты, я понял, что дело мы будем иметь только с зомби и с вампирами. В этой локации нету босса. К большому сожалению. Я думал, может мы с каким-нибудь королем зомби будем драться. Но нет, ребят. Здесь мы просто набиваем опыт. Набив 975 уровень, прежде чем отправиться к вампирам, я решил увеличить свои статистики. И ребят, у меня ближний бой уже прокачан по максимуму. Теперь я буду прокачивать защиту. Но когда прокачаю защиту по максимуму, уже посмотрю чем заняться. Или прокачаю меч, или фрукт. Давайте же возьмем квест на вампиров и посмотрим, где они обитают. И как я догадался, они должны находиться в пещере. Ведь вампиры не любят дневной свет. И убив первого же вампира, я сразу получил его клык. Не знаю зачем он, но пускай будет. Теперь моя задача состояла в том, чтобы поднять уровень до тысячного, ребят. И о да, ребят, я смог это сделать. И теперь я тысячный уровень. Это очень круто. И меня мой компас отправляет на следующий остров. В общем, купил я лодку и поплыл никого не трогая. Плыву себе такой, ориентируюсь на мой компас. И вдруг, откуда ни возьмись, появилось это чудо-юдо. Я даже, ребят, не понял, что происходит. Я просто испугался. Такой огромный. И как он только появился, я его даже не заметил. В общем, застал меня в полный расплох. Как бы я ему не пытался нанести урон, ничего у меня не получалось. Не знаю почему. Или я очень слабый, или он очень сильный. Но получилось так, что он меня очень быстро уничтожил. После того, как он меня убил, я собрался силами и снова побежал на берег, чтобы с ним сразиться. Но, к моему большому сожалению, когда я туда пришел, его уже не оказалось. Я только нашел потрепанную свою лодку. Ребят, если кто-то убивал этого морского зверя, расскажите, пожалуйста, как у вас это получилось и насколько он сильный. Ну что, ребят, думаю, надо прощаться. Мы и так много сделали. Попали во второе море, изучили стиль водное кунг-фу, да еще и набрали тысячный уровень. В общем, потрудились на славу. Если тебе понравилось это видео, нажимай на лайк, подписывайся на канал, ну и не забывай про колокольчик. И тогда ты точно не пропустишь мои новые видео о этой замечательной игре BloxFruits. С вами был Счастливый Кролик. Увидимся в новых видео. Всем добра. Пока-пока.